Юрий Борисович, а как вы Франческу Альфордовну увидели? Дело в том, что это было ступенчатое видение. Но вообще-то, конечно, она пришла на студию в качестве практикантки, и я увидел супер стройную девушку вот на таких каблуках. У нее нога была вот так. Как она ходила-то, я не понимаю. А увидел я ее, я сидел с жутко головной болью. В это время вошел Аркаш Тюрин с какой-то красавицей, и, значит, рассказывает этой красавице вот здесь вот это, здесь вот это. Это столы для художников, это, значит, огнетушитель. И Франческа мне потом рассказала, что я решил, что огнетушитель – это у тебя прозвище. Что ты рыжий был, и я решил, что у тебя такое прозвище. Вот. А я сидел такой с головной болью, и Аркаша говорит, Юр, познакомься, познакомься, это, значит, Франческа, студентка в ГИК, она пришла на практику, я говорю, да, здрасте, здрасте. И так, а она говорит, у вас голова болит? Сейчас я вам дам таблетку. А я еще думаю, что пришла какая-то падла, у меня голова болит. Она таблетку мне сует, а у меня голова болит. Какого черта вообще? Но она мне дала таблетку, действительно, у меня голова права так утихла. Вот это была первая наша встреча. А потом она выяснила, что она была практиканткой. Она приходила на студию тогда, когда все уходили, а она там еще с кем-то, они сидели, делали какие-то фанаты, все прочее. Вот. А потом был фильм «Пойдя туда, не знаю куда». Нет, «Как мужик двух генералов прокормил». Она там делала фана, очень красиво делала. И мне очень понравилось, как у нее так рука двигалась. А потом она уже была художник-декоратором на фильме «Пойдя туда, не знаю куда». Марина Соколова была, Марина Соколова, да, была там художник, а она была декоратором. Но она писала «Лес», я помню, что я был потрясен, как она его... Просто она один из моих кисти. И я у нее спросил, Франческа, а ты что вообще... Ты все это знаешь, растения? Она так на меня посмотрела, так с изумлением, сказала «Конечно знаю». Я про себя подумал, ну это ты так не знаешь. А она знает. Ну, то да. А потом она ушла в отпуск. Вот, но на полу, на линолеуме остались оспи на ее каблучков. Ну, потому что, я же говорю, вот такие каблуки. А цвета какого были туфли? Туфли были темно-зеленоватого. Но не ярко-зеленоватого, а очень стерженно-зеленоватого. А так там все было в порядке. После туфель. И до туфель тоже. Платье, платье, платье. Все было как надо. Потом уже она мне рассказала. А у меня, говорит, была талия. Талия и бедро. Были по размеру одинаковые. Такое было. Ну, а потом меня потрясло, когда мы сидели, выпивали там в подвале. У нас такой был длинный стол. Ну, метра три, наверное. Узкий. И пришли как раз студенты и ее ребята с Авгика. Их я знал еще, да, Франческе. Слава Наумов, Мишка Петров, еще там тот. И мы сели за стол. Бутылочки, водочки купили, закусочки, всякие. Ну, все как надо было. Мы с Франческой оказались напротив друг друга. И всем были разданы 150-граммовые такие прямые рюмочки. Стопочки, стопоря. По 150. И Слава Наумов ходил и разливал всем. Там было несколько бутылок водки. Ну, он к ней подошел, а я наблюдаю. Он говорит, Франческая, тебе налить. Она так посмотрела на него, ну, и он налил ей полную. И тут мне стало интересно, что будет дальше. А дальше мы все подняли, выпили. А потом наступила тишина. И все взоры стремились на Франческу. Потому что мы все выпили, как пьют водку. Она ее пила, как воду. Маленькими глоточками. А Слава Наумов, он, к сожалению, водка его сожгла потом. Он стоял с бутылкой и смотрел, как она пьет. И, наконец, она допила. Мне она, говорит, эти 150. И поставила, посмотрел на ее своими голубенькими глазками. А он сказал, ой, Франческа. Потому что, конечно, водку так никто не пьет. Водку пьет по-другому. Но она выпила, и все. После чего мы с ней там сидели, пошли гулять. Ну, и с этого началось. Но вы дерзнули, как бы, прийти. Ну, а что ты здесь дерзнул? Ты видишь, красивую, умную, знающую. Даша меня поразила. Она сказала, я знаю все эти травы, как название, и все. Это меня поразило, действительно. Ну, вот здесь, видишь, это вот кинокадры. Вот здесь всякие травы. Она их рисовала, зная все это. Вот кадры из ежика. И тут какое-то было, получилось какое-то, не знаю, странное везение. Потому что я не предполагал быть режиссером, ничего. Но вот тут как-то все так почему-то сошлось. Я сказал знакомство, гоступенчатая. Дело в том, что потом выяснилось, что мы с Франческой учились в одной художественной школе. Только она была в другом классе. Я был в одной половине школы, она была в другой половине школы. И там у них свой класс был, у нас свой класс был. Я только слышал там про какую-то красивую девушку с косой. А потом, это я тоже рассказывал, мы ходили с моим другом по курсам мультипликационным. Такой был Боря Шишенко. Мы с ним ходили по Пушкинскому музею. И вот мы переходили в итальянский дворик. И я увидел, сидит студентка, перед ней мольберт. И она рисует монахиню. Там в складках опоры, в Пушкинском, в этом итальянском дворце, там такой крестообразный в сечении был столб, который расходился такими каннелюрами по потолку. И там стояла скульптура монахини молящей с руками. Или это был монах, или монахиня, я не знаю, по-моему, монахиня. И с определенной точки, когда только видны почти руки и часть корпуса, сидела девушка и рисовала это. Все. А мы подошли с Борей, постояли, издали, посмотрели. И идем дальше. А я говорю, Боря, слушай, какой хороший рисунок-то. И какая точка хорошая выбрана. Боря говорит, да и девочка ничего. Мне потом Франя рассказал. Потом я много лет спустя, я перерываю рисунки. И смотрю этот рисунок. Я говорю, Франчик, так это же была ты? Она говорит, да, я. Я говорю, слушай, ну как это так? Она говорит, я все слышал, о чем вы говорили. У меня очень хороший слух был. Вы-то об этом не знали. Хотя стояли на отдалении, обсуждали меня, мои дамские качества. Такая была история. Все, на этом заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok